Книга «Открытым оком», тема работы, 13-й том, вопрос 2791. Как-то прочитал не то у Соломона, не то у Сирахова, что если даже стараешься сделать дело как можно лучше, но успеха не будет, если Богу не угодно. Выходит, что лучше делать абы как, но если Богу угодно, то вырастет и без наших удобрений. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Время и случай, на который ссылается Соломон, играют решающую роль в достижении желаемого, но непременно при благословении Божьем. 1 Коринфянам 3, 7-8. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. То воры, то пожар уничтожат, и самое ухоженное – примерное хозяйство. Притча 2, 7. «Он сохраняет для праведных спасения, Он – щит для ходящих непорочно». Псалом 126, 1. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Нужно изучать лучшие методы, новые технологии, как принято говорить ныне. «Но все же только Бог дает силу семени уже взошедшему, иначе спалит зной и съедят черви». Иоанна 4, 7. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Иклесиаз 9, 12. «Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Сирахова 12, 13. «Ночи Господа презрели на него во благо ему, и он восставил его из-за унижения его, и вознес главу его, и многие изумлялись, смотря на него. Абы как верующий не может делать никогда». Колоссянам 3, 23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Не оставляйте без присмотра печь, поленье жрущую и уголь краснотелый. За недосмотры головы снимают с плеч и припечатают, что получил за дело. Не просто деву чистой сохранить, для целомудрия не окружив замками. Кастрация не выход, когда наш конь храпит, и искры сыплются с исподнего на камень. Нам нужен глаз да глаз за карапузом, тем более за отроком вихрастым, привить пред Богом страх и верность Иисусу, что каждого спасением украсит. Смотрите в оба за своим стоянием, на утренней молитве и во храме. Светильник телу, око по Писанию, помощник в тишине или на случай крайний. Моим глазам не время отдыхать, два сторожа, не дремлющих на страже, им за себя и уши брать в охват. Выискивать и тех, кто сажей мажет, два нужных окуляра столько лет не дали тьме всесильного царица. Узреть больных, отставших и коллег, отсечь расхристанных, без пояса и бритых. Улыбки трансформируют глаза, переводя в пощечины и в ласку. Вперед за грань веков и тысячи назад, к Голгофе, в пятницу, к пустой гробнице, в Пасху. Им отдых не положен и на ложе, каким-то зрением спасают в битвах шкуру. Момент свершится, распадется кожа, два скорописца схоронятся в урну. Не дать глазам в лисице превратиться, не оставлять наедине без Бога. Слезой протоки при радарах-ресницах. При радар-ресницах сигналы шлют на руки и на ноги. 13 июля 2003 год. Игла.